МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемый Олег Панфилов. В сегодняшней программе мы поговорим о новейшей истории Таджикистана. И, к сожалению, львиную долю этой истории составляет гражданское противостояние 90-х годов прошлого века и его последствия. А мне бы хотелось, как для себя и, думаю, для наших телезрителей тоже будет интересно задать вам вопрос. Что, по-вашему, стало первой причиной гражданской войны в Таджикистане и можно было его избежать? Я думаю, что вообще надо избегать этого термина гражданская война по одной простой причине. Я все больше и больше убеждаюсь, уже прошло 28 лет, в том, что произошедшее в Таджикистане – это было частью тех войн, которые появлялись на территории бывшего Советского Союза почти одновременно с 89-го, 90-го годов. И это было связано с тем, что Москва, ну, Кремль, так проще говорить, был напуган распадом Советского Союза. Были придуманы разные поводы для того, чтобы возникали эти войны. Ну, например, в Приднестровье война получилась только потому, что часть населения не хотела, или, точнее, испугалась той пропаганды, которую Москва вела, говоря о том, что вот Молдова станет частью Румынии и все будут говорить на румынском языке и так далее. И, в общем, в Приднестровье, где жили в основном люди такого советского абсолютного происхождения, рабочие, работавшие на заводах, они этого испугались. Хотя, честно говоря, смешно убеждать в том, что молдавский и румынский язык – это один и тот же, точно так же, как один и тот же язык таджикский и персидский. Война в Карабахе случилась из-за старого такого ментального конфликта между армянами и Азербайджанами, в Грузии, в Абхазии и в Южной Осетии. Тоже получилось межнациональной. И в Центральной Азии было несколько таких возможных конфликтов. Прежде всего, это Ожские события 90-го года и события в Фергане. Так называемое противостояние между узбекским населением и турками-месхитинцами. В Таджикистане было много предпосылок для того, чтобы Кремль тоже испугался. Испугался прежде всего возрождению, или точнее росту национального самосознания, проще говоря. Испугался появлением в 1989 году закона о таджикском языке, который написал академик Шакури. Испугался тем, что в Таджикистане появилось движение Ростов-Эс. Стали появляться группы людей, интеллектуалов, ученых, профессоров, которые говорили о том, что нужно создавать нормальный Таджикистан без коммунистического влияния. И, конечно же, Таджикистан должен быть независимой страной. Ну, плюс к этому была независимая пресса. Телевидение, к сожалению, так и не удалось создать независимого. Но было 32 газеты, которые работали, печатали очень интересные, замечательные статьи. И это все влияло на развитие общества. Ну и плюс к концу 1991 года, когда появился закон о регистрации политических партий и общественных организаций, в Таджикистане было создано уже 16 политических партий. Самых разных, от традиционной коммунистической партии до партии исламского возрождения, социалистическая партия, демократическая и так далее, и так далее. То есть был спектр политических взглядов. И это все очень беспокоило Москву, потому что Таджикистан начинал самостоятельно жить, самостоятельно развиваться. И поэтому было принято решение создать конфликт, который бы, во-первых, остановил это развитие Таджикистана, который бы изменил внутреннюю ситуацию. Поэтому был избран другой путь, нежели тот, который был последние сто лет. То есть к власти были приглашены или посадили во власть представителей не северных кланов, а южных и, прежде всего, из самой отсталой, самой бедной Кулябской области. Наверное, по той же причине, что прутся за свою власть, будут ее отстаивать. То, что, собственно говоря, и получилось. И, в общем-то, в Таджикистане, я бы сказал, что эта война была не столько гражданской, потому что в гражданской всегда есть какие-то мотивы. Но тут есть, конечно, мотивы в том, что Народный фронт, который был создан представителями нынешней власти, он был в основном из такой мелкой коммунистической номенклатуры. И, с другой стороны, люди демократических взглядов, ну и плюс партия исламского возрождения. Но гражданской войны не могло просто так получиться, потому что в Таджикистане не было даже собственного Министерства обороны. И поэтому российская 201-я дивизия, которая была отислоцирована Душанбе и 191-й полк Курган-Тюбе, они раздавали оружие. Причем обеим сторонам. То есть часть оружия получала Народный фронт, часть оружия получала оппозиция. И трудно себе было представить еще до мая 1992 года, что таджики будут убивать таджиков. Ну вот, Москва сделала все для того, чтобы создалась такая ситуация. Поэтому, если все-таки говорить о причинах, о мотивах и главном механизме, то есть кто хотел создания этой войны, то я бы даже назвал более точно, это была русско-таджикская война. Причем с одной стороны были таджики, с другой стороны таджики, которые слушались Москву. Но и в 92-м и 93-м годах в Таджикистане бывали официальные отряды ГРУ под командованием полковника Квачкова, которые зачищали территорию, зачищали южные районы Таджикистана под оппозицию. Вот причина, я думаю, такая. Спасибо вам за ответ. Часто мы слышим о том, что в Таджикистане во время этих конфликтов происходили погромы и по отношению русскоязычному населению. И если я не ошибаюсь, даже Дмитрий Рогозин в своем выступлении говорил об этом. Вы как русскоязычный таджик и непосредственный свидетель тех событий. Как вы думаете, насколько такое обвинение справедливое? Это обычная пропагандистская сказка, которая с... поменялась не только в Таджикистане. Такие сказки появлялись везде, потому что для населения России, для пропаганды очень важно было создать образ врага. Но я этого никогда не видел в Таджикистане. Более того, я 11 февраля 90-го года еще в первые события, которые проходили в то время, еще во время Советского Союза, я был там на площади. И никто никого не убивал. Меня просто прятали, потому что когда начало КГБ стрелять, то меня просто прятали мои друзья таджики. Но погромы на самом деле были. Были, потому что они были созданы даже по материалам той комиссии, которой руководил Сафарали Кенджаев по расследованию событий в феврале 90-го года. говорилось о том, что были криминальные группировки, которые грабили магазины, которые избивали людей. И я так думаю и догадываюсь, что эти группировки были под контролем КГБ. И это было несколько группировок, ракетиров, Салима Якубова, Гафора Седова, тех людей, которые потом при уже новой власти получили генеральские погоны. Они тогда, еще в феврале 90-го года, могли создать такую ситуацию, при которой Кремль принял главное решение это ввести советские войска, объявить чрезвычайное положение в Таджикистане. Что касается периода войны, ну, да, мне, как русскоязычному, угрожал генерал КГБ, который заявил, что я живым из Таджикистана не выберусь. это после моих публикаций, я работал корреспондентом Associated Press и Московской независимой газеты. Но я знаю, что русские, русскоязычные, были и и даже когда была создана передвижная радиостанция на севере Афганистана «Голос свободного Таджикистана», там даже были передачи на русском языке. У меня не было никогда поводов или причин говорить о том, что в Таджикистане могли быть какие-то антирусские настроения. они точно так же, как и в Грузии, где я сейчас живу. Они не антирусские, они антикремлевские. Самое было и в Таджикистане. Это две большие разницы. Ни в Таджикистане, ни в Грузии сейчас я не встречал и не встречаю людей, которые бы против меня что-то говорили в отношении моей национальности, моего происхождения. Антикремлевские настроения есть. Я их поддерживаю. В этом смысле я тоже русофоб. Вы тут упомянули об Якове Салимове и Гафоре Сидом. Они служили во время гражданской войны Эмамали Рахмону. Даже после окончания этой войны некоторое время у них была государственная должность в структурах нынешнего правительства и после некоторое время их посадили. Что стало причиной? Ну я думаю, что это по старой такой летучей фразе Мавр сделал свое дело. Мавру может уходить. Избавлялись от людей, которые участвовали в этих событиях, которые много знали. В первую очередь убили убили Лангари Файзали и Лангари потом Сангака Сафарова. Потом потихоньку стали убирать тех полевых командиров, которые воевали на стороне Народного фронта. Потому что они много знали. Меркулов из 191-го полка в Курган-Тюбе вертолетами поставлял оружие Народному фронту. Так что я думаю, что они больше меня, конечно, знали. Знали о том, как развязывалась эта война, приказы. Я помню, когда я брал короткое интервью в Курган-Тюбе у Сангака Сафарова. Это было всего несколько вопросов и несколько ответов. И когда я ему задал вопрос о том, знает ли он, кто руководит в Душанбе тем, что сейчас происходит на юге Таджикистана, он сказал, да, я знаю, но сзади к нему подошел человек, схватил его за плечи и увел. Так что я думаю, что они все находились под контролем, под колпаком, и поэтому они были убиты. Кто-то был убит, кто-то был посажен, только потому, чтобы у них не было выхода на прессу, чтобы они ничего не рассказывали. Якуб вышел, но молчит. Видимо, его очень хорошо напугали. Спасибо вам за ответ. Как мы знаем, вы были участником межтаджильских мирных переговоров. Что по-вашему побудило противоборствующие стороны все за стол переговоров? Прежде всего, это гибель огромного количества людей. Я себе не мог представить, что уже за 92-й, 93-й огромное количество людей. Это потом, когда я уже писал книгу о погибших журналистах, я тогда нашел сведения о 73-х погибших журналистах. Но точные цифры о том, сколько погибло вообще людей, до сих пор никто не знает и никто этим не занимается. Называют около 150 тысяч, больше 150 тысяч. Это очень странная ситуация, когда власти не хотят бояться неизвестно, когда они будут об этом говорить. Так что первая причина, конечно, это гибель огромного количества людей. Во-вторых, я думаю, что это давление российской стороны, потому что они войну развязали, а вот как ее закончить, они не знали. и с каждым годом оппозиция, оппозиционная армия становилась все сильнее и сильнее. Я иногда получал видео, которые снимали во время военных операций оппозиционные отряды, но они уже были просто профессионалы. У них были уже танки, у них было уже современное хорошее оружие, они противостояли таджикской армии. Очень если эту войну не остановили бы, то она бы шла довольно долго, потому что тут дело даже не в том, что таджикская армия была очень слабая, а в том, что таджикская армия помогала российская, а на первых порах и узбекская армия, которая бомбила Кафарнихон, бомбила Карульские районы, и поэтому эта война могла быть длительной. Так что я думаю, что здесь и повлияло во-первых, большое число убитых людей, и во-вторых, конечно, желание Москвы наконец это все закончится. Я говорю о Москве, потому что все четыре с лишним года этих переговоров я участвовал во всех раундах, начиная с 94-го и заканчивая 97-м годом подписанием общего соглашения, и поэтому жил в Тегеране, в Кабуле, и в Исламабаде. Все это время переговоры очень жестко контролировались Москвой. Первое время куратор даже и не скрывался. Это был заместитель министра иностранных дел России Альберт Чернышов. Он присутствовал практически на всех переговорах. Было видно, что правительственная делегация всегда его очень внимательно слушала. Иногда они даже исчезали, уединялись где-то и проводили какое-то свое совещание. Так что вот, наверное, причины такие. Я так понял, что Россия заставила Эмамали Рахмона сесть за стол переговоров. А оппозицию кто заставил или посоветовал, чтобы они сели с Рахмоном за один стол и вели переговоры. Я думаю, что у российской стороны был такой помощник, Иран. И поэтому мы жили в Тегеране я думаю под присмотром иранских спецслужб само собой. И конечно Иран старался предлагать Россию урегулировать этот конфликт. Ну, потому что Иран становился стратегическим российским партнером. У них было много уже общих экономических и геополитических проектов. Уже тогда в Иране строился атомная электростанция в Бушере. И поэтому иранцы помогали. России я это ощущал и по поведению иранских дипломатов и потому как они долго уговаривали членов нашей делегации согласиться с какими-то доводами правительства пойти на какие-то компромиссы. Собственно говоря, войну можно было бы закончить за несколько месяцев. И честные переговоры и если бы это были переговоры один на один. То есть оппозиционная и правительственная делегация. Потому что в первую очередь был виден разный интеллектуальный уровень. Ну вот заходила в зал переговоров оппозиционная делегация. Это и Латифи и Сатор Зуда и два Вовчика фундаменталиста Панфилов и Грецкий. Вот. И много было людей, которые действительно были светом таджикской интеллигенции и таджикской культуры. И с другой стороны кулябский колхоз. Люди, которые совершенно ничего не понимали, не то, что в политике. Я очень сомневаюсь, что они вообще понимали что-либо в культуре. Там собирали такую команду, чтобы был один обязательно представитель мира с Бадахшана, чтобы был один северянин, но они ничего не решили. И войну можно было бы закончить очень быстро. Я даже скажу, что откровенно иногда люди из правительственной делегации на перекурах, перерывах подходили иногда шепотом что-то говорили, что как это все надоело, там люди друг друга убивают. Вот, но потом российский представитель начинал давить на них и требуют чтобы оппозиционная делегация пошла на какие-то очень серьезные уступки. Вот, и все это опять заканчивалось длительными разговорами, потом откладывали переговоры на несколько месяцев и так далее. То есть за четыре года можно было бы решить абсолютно любой конфликт и даже несколько. Но вот из-за позиции российской и иранской повторяю, что Иран всегда помогал России. Вот переговоры продлились так долго. И за это время были убиты еще десятки тысяч человек. Из сказанного вами выходит, что все так называемые посредники межтажистского диалога, кроме ООН, в какой-то мере защищали интерес России. Означает ли это, что они были на стороне Рахмона? Дело то в том, что Рахмон не самостоятельный человек, он ставленник России. что человек, который никогда не был публичной фигурой, он был депутатом Верховного Совета, когда был директором совхоза Донгаря, самого бедного совхоза имени Лейна в Таджикистане. Конечно, никакой из него политик не может быть. Я даже помню, как в 2001 году, когда он решил помириться и пригласил Душанбе после девяти лет, как я был врагом народа, и он меня пригласил на десятилетие независимости Таджикистана. И у нас с ним была встреча. Она была очень необычной. Я не буду обо всех деталях говорить, но первое, что меня очень удивило, это, видимо, кто-то из помощников ему подсказал, и он меня поблагодарил за то, что я вернул своему родному городу Худжанду историческое название. Это было еще в 89-м году, давно, в 90-м. Во-вторых, он как-то очень странно вдруг произнес фразу «Как я стал выглядеть?» Даже сказал, что «Вот я уже стал учить английский язык». Но это было немножко смешно, потому что я помню, как он выглядел, когда был депутатом Верховного Совета с вечно сальными грязными волосами в каком-то советском сером костюме, а теперь я увидел его таким довольным. Я тогда предположил, что этот человек никогда не уйдет из власти, что на наших глазах растет астреатр. Он ставленник Москвы, потому что никакой политики в Таджикистане после 1992 года не было. Партию исламского возрождения оставили только потому, что было это отношение, и поэтому Рахман пытался как-то сохранить собственное лицо, потом запретил и эту партию, и поэтому он будет еще до конца своей жизни, потому что он устраивает Москву. Он устраивает Москву, потому что Рахман сидит себе спокойно, ворует столько, сколько он хочет. Уровень коррупции просто запредельный, политзаключенных уже несколько сотен, если не тысячи. свободы слова в Таджикистане нет, она контролируема, и Кремль доволен, потому что Таджикистан сейчас никому не нужная территория, лишь бы там не было американцев, лишь бы там не было влияния других геополитических сил. Рахман выполняет эту задачу, ему позволяют делать все, что он хочет. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова